Николай, Сергей и Анатолий выписались из инфекционного отделения и теперь отправляются по домам. Говорят, что соскучились по семьям и работе. Несмотря на то, что за время лечения от коронавирусной инфекции все они подружились и привыкли к медперсоналу, проводить много времени в больнице не хочется. Лечение было отлично, никаких вопросов. Лечения в этом нет. Врачи молодцы. Врачи молодцы. Чего вы могли, сделали хорошо. Вот две недели отлежали, чувствуем себя очень хорошо. С начала пандемии самарские врачи уже выработали стратегию по лечению новой инфекции. Количество пребывающих пациентов сейчас несколько снизилось. Если раньше освободившиеся палаты заполнялись в тот же день, то теперь за два-три дня. Врачи обеспечивают не только эффективное лечение, но и комфортные условия пребывания, особенно в жаркие дни. Пациенты у нас имеют воды в достаточном количестве, которые у них стоят прямо в коридоре целыми упаковками. У них слюдой закрыты окна, там проветрено второй этаж, у нас полностью открыты. Работники клиник медуниверситета не ограничиваются лечением пациентов с COVID-19. Тех, кто обращаются за другими услугами, тоже не забывают. Оказывают и экстренную помощь. У нас, конечно, коечная мощность вся не заполнена, но если только какая-то возможность появляется, возобновление деятельности в рамках обязательного медицинского страхования, высокотехнологичной, специализированной помощи, мы тут же это делаем, тут же госпитализируем, слежим за очередью. В Самарской области выстроена работа по оказанию медицинской помощи по всем неинфекционным профилям. В штатном режиме принимают онко- и кардиодиспансеры. С соблюдением эпидемиологических требований работают и детские больницы, и родильные отделения, и городские больницы, оказывающие стационарную помощь, и неперепрофилированные под COVID-19. Кроме того, областной Минздрав начал прорабатывать трехэтапный переход госпиталей на плановый режим работы. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.